МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ночью плюс 9, плюс 14 градусов. Днем воздух прогреется до 27. В горах ночью от 2 до 7 тепла. Днем потеплеет до плюс 17. В Черкесске без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет 12-14 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 27 градусов. На днях почетное звание заслуженный врач Карачаева-Черкесии было присвоено талантливому детскому врачу, заведующей инфекционным отделением с боксированными койками детской городской больницы Ирине Узденовой. Как добиться доверия маленьких пациентов? И какие методы использовать в их лечении? Как дети переносят коронавирусную инфекцию? На эти вопросы в эти минуты в нашей студии Ирина Ибрагимовна ответит моей соведущей Белли Джазаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Ирина Ибрагимовна. Я благодарю вас за то, что вы нашли время в своем плотном графике и пришли сегодня к нам в гости. И, конечно, я хочу поздравить вас, искренне поздравить вас с заслуженным званием. Звание, которое вы действительно заслужили. Ваш медицинский стаж 35 лет. И вы вот, наконец, заслуженный врач Карачаева-Черкесии. Спасибо. Ну, знаете, вот какой у меня вопрос. Вы работаете с самыми-самыми-самыми маленькими крохотными детьми до года. Вот я не говорю о том, что сейчас. Вам никогда не было страшно в начале вашего медицинского пути подходить к этим детям, лечить? Они же не говорят, они не показывают, они не объясняют. Как вы преодолели, как вы придаёте себе уверенности? Ну, потому что я же 22 года проработала врачом-неонатологом. Ну, в родильном доме, а потом в перинатальном центре. И не успев закончить институт медицинский, да, сразу попала в неонатологию. А очарование молодости в том, что ты вообще ничего не боишь, да? Не боишься, ты бесстрашен. И, в общем-то, любые трудности стремишься преодолеть. И, в общем, так сложилось, что всю жизнь проработала с малышами. И, конечно, не жалею. Не могу, конечно, обойти тему ковида. Что касается детей, ваше мнение, что вы можете сказать? Насколько у них это всё серьёзно протекает? Или несерьёзно? Бытаёт же разное мнение, что они носители, что они переносчики, что они болеют, что они не болеют. В двух словах просто вот скажите. В общем, эта новая патология, она непонятная, она незнакомая, да? И, в общем-то, абсолютное большинство детей болеют легко. Но это обычная вирусная инфекция. Её симптомы такие же, как при любой вирусной инфекции. И мы всегда просим, чтобы мама обращала внимание на самочувствие ребёнка. Как он выглядит, играет он, гулит, да? Вступает в контакт, как сосёт вообще, как у него аппетит, как он спит. Такие маленькие симптомы, к которым привыкаем мы каждый день, потому что мы круглосуточно находимся со своими малышами. Если хоть что-то изменилось в общем его поведении, в самочувствии, это должно маму встревожить. Но она не должна оставаться дома одна со своими тревогами, не должна думать, что это зубки. И вот основная ошибка всегда, мы думаем, температура – это зубы, беспокойство – это зубы, нарушение стула – это зубы. Но у детей это симптомы любого заболевания. Повышение температуры, нарушение аппетита, нарушение стула, срыгивание – это симптомы любого заболевания, потому что это общие симптомы интоксикации. Поэтому всё, что выходит из обычного поведения, из обычного состояния, должно маму встревожить, и она должна вызвать доктора. Но тем не менее вы нас успокоили, что это протекает легко, хорошо, и будем надеяться, что наши детки не будут болеть. Я благодарю вас за участие в нашей программе, и, конечно, я поздравляю вас с вашим званием. Спасибо вам за вашу работу. Спасибо. Спасибо нашей гостиной. Следующий выпуск «Вестей» смотрите в 14.30. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»